Конкурсной комиссии, по словам администрации, предстоял нелегкий выбор. В этом году выдвинутых кандидатов по пяти номинациям оказалось предостаточно. В том числе и поэтому 23 жителя края были награждены специальными грамотами с тем, чтобы отметить проделанную работу хотя бы номинально. Оценка итоговых лауреатов проводилась комплексно, не только по результатам работы за минувший год. Конечно же, это достижение за 2012 год. Но мы же все понимаем, что в 2012 году не мог быть достижения, если человек, ну скажем, или безответственно, или недостаточно свою карьеру продвигал в предыдущие годы. Поэтому, в общем-то, все эти люди, которые были в пяти номинациях представлены, они, конечно, имели бы особые заслуги в 2012 году, но оценивали мы, конечно, и всю предыдущую работу этих людей. Директор Шпокской средней школы Янис Бельковский признан лучшим в номинации образования. За последние два года учебное заведение становится лауреатом по республике среди сельских школ. 96% выпускников поступают в вузы на бюджетные места. Председатель правления СИА Дубики Евгений Дубовский стал лучшим краевым предпринимателем. Художница Силва Линарте удостоена звания в области культура. Геральдическая комиссия Латвии признала высокий уровень подготовки утвержденной атрибутики краевого самоуправления. Герб, флаг, наградная символика – все разработано при ее непосредственном участии. И, наконец, ксен Сликнинского костела Янис Смирнов отмечен в номинации «Общественная работа» за успешное содействие духовному развитию молодежи. Герб, флаг, флаг, флаг. Сискнинского костела Янис Сильвана. Продолжение следует...